Революция пожирает своих детей. Как бы тривиально ни звучал этот постулат, но жестокость и беспощадная прожорливость практически всех революций неизменно его подтверждает. Причислять к детям революции чекистов, быть может, не совсем верно, но с другой стороны, кто, как не они, в отличие от профессионалов царской охранки, олицетворяли собой многие негативные стороны революционного процесса. Поэтому настал и их черед. Начавшиеся в 30-е годы массовые аресты сотрудников НКВД породили в органах нездоровую атмосферу. Заместители начальников управления, начальники отделов и прочие кадровые сотрудники, почуяв реальную возможность неожиданно быстрого продвижения по службе, не зирая ни на что, стали яростно и с энтузиазмом крушить авторитеты, фабриковать на них дела, с легкостью арестовывать не только высоких партийных руководителей, но и своих начальников. Процесс этот получил емкое и образное название – чистка рядов. В такой обстановке в органах уже не могло быть прежней спаянности. Сталину это позволило избавиться от устойчивых чекистских кланов и группировок, порушить многолетние связи. Но чистки среди верхушки проводились и задолго до 1937 года. Еще в начале 20-х годов из органов был убран ряд излишне активных, то есть, очевидно, изрядно наследивших деятелей красного террора. Очередная крупная чистка органов была проведена, когда ведомство возглавил Генрих Ягода. В сентябре 1936 года Ягода был перемещен на пост наркома связи, в 1937 году арестован, а в феврале 1938 года предстал на третьем московском процессе, где был обвинен в сотрудничестве с иностранными разведками и в убийстве Максима Горького. 6 сентября 1936 года наркомом внутренних дел вместо Ягоды стал Николай Ежов, под руководством которого были проведены второй и третий московские процессы. Знаменитые чистки 1937-1938 годов ассоциируются в первую очередь с именем Ежова, который, в свою очередь, был вскоре арестован и расстрелян. И как тут не вспомнить одно из изречений Иосифа Сталина? У чекиста есть только два пути – на выдвижение или в тюрьму. Впрочем, этот афоризм отца всех народов звучит вполне закономерно и в отношении партийцев. Партийные ряды подверглись в те годы не менее масштабной чистке, и жертвами репрессий стали многие талантливые специалисты и руководители. В их число попал и фигурант следственного дела за номером 2567 Шалва Эльява. Шалва Эльява родился в 1885 году в селе Ганири Кутаистского уезда. В раннем возрасте он лишился отца. Восьми лет был отдан в Кутаистскую классическую гимназию, которую окончил в 1903 году. Кутаистская гимназия отличалась обилием всякого рода кружков, в том числе и марксистского. Непосредственное влияние на Шалву оказал его родной брат, студент Московского университета, а также ряд новых знакомых, в числе которых были и известные грузинские революционеры – Миха Цакаев, впоследствии председатель Закавказского ЦИК, и Александр Цулукидзе. В 1903 году по окончании гимназии Шалва Эльява поступает на юридический факультет Петербургского университета и уже через несколько месяцев зимой 1904 года участвует в студенческой демонстрации. Вскоре был исключен из университета за революционную деятельность. Он вступил в социал-демократическую партию, примкнув к ее большевицкому крылу, а затем вернулся в Тифлис. К тому времени царская Россия потерпела поражение в русско-японской войне. В январе 1905 года в Петербурге произошли известные трагические события, на которые Тифлис откликнулся массовой запастовкой. Накануне этой запастовки наряду с другими ее участниками был арестован и Эльява, однако вскоре его отпустили. В августе Эльява вернулся в Тифлис, принял активное участие в октябрьской забастовке того же 1905 года, будучи членом стачечного комитета от фракции большевиков. После поражения декабрьского восстания в Москве и ликвидации второй забастовки на Кавказе, Эльява вновь арестовывают в связи с провалом знаменитой большевицкой типографии, принадлежавшей Кавказскому союзному комитету РСДРП. И уже после победы Октябрьской революции, всю свою дальнейшую жизнь, которая оказалась, увы, недолгой, Шалва Эльява посвятил строительству советского государства. Послужной список Эльява Шалвы Зурабовича. 1903 год. Учеба в Петербургском университете. 1904 год. Член РСДРП. Арестован. 1911 год. Арестован в Санкт-Петербурге и осужден к административной высылке в Волонецкую губернию. 1915 год. Осужден к административной высылке в Вологду. 1917 год. Председатель Президиума Исполнительного комитета Вологодской губернии. 1918 год. Председатель Вологодского губернского исполнительного комитета. В том же году. Председатель Вологодской губернской продовольственной комиссии. 1919 год. Член Реввоенсовета Первой армии. Затем член РВС Восточного фронта. В том же году. Член РВС Туркестанского фронта. 1919-1920 годы. Председатель Туркестанской комиссии в ЦИК и СНК РСФСР. 1920-1921 годы. Член РВС 11-й армии Кавказского фронта. В тех же годах. Полномочный представитель РСФСР в Турции и полномочный представитель РСФСР в Персии. 1921 год. Член Кавказского бюро ЦК РКП. 1922 год. Председатель СНК ЗСФСР. Совета народных комиссаров Кавказской Советско-Федеративной Социалистической Республики. 1922 год. Народный комиссар по военным и морским делам Грузинской СССР. 1923-25 годы. Член РВС СССР. 1924-29 годы. Председатель СНК ГССР. 1927-31 годы. Вновь председатель СНК ЗСФСР. 1931 год. Заместитель народного комиссара внешней торговли СССР. 1936-37 годы. Заместитель народного комиссара легкой промышленности СССР. 1937 год. Снят с должности и исключен из партии в связи с арестом. Как видим, Шалва Ильява продвигался по карьерной лестнице слишком быстро. Это не могло не стать предметом зависти многих его соратников. Бдительные товарищи поработали на славу. Над Шалва Ильява сгустились тучи. И в октябре 1937 года он был исключен из партии. Снят с должности и арестован. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ильява ввел вредительскую работу в системе легкой промышленности. Постоянно нарушал основные принципы партии. Материалы следствия изобличают его в связях с контрреволюционными элементами и антисоветскими нелегальными агентами. Ильява передавал сводки о положениях советской промышленности разным капиталистическим вражеским странам. Исходя из вышеизложенного, особая тройка НКВД ГССР приговорила обвиняемого Ильява Шалву Зурабовича в коейшей мере наказание – расстрелу. Имущество конфисковать. Кремян. 3 декабря 1937 года. Через несколько месяцев участь Шалвы Ильява разделят не только многие партийцы, но и почти 80% следователей, прокуроров и прочих карателей разной масти. Вал репрессий накроет всех профессионалов и прохвостов, откровенных негодяев и верных службистов. Поплатились тогда жизнью и многие выдающиеся руководители, которые, подобно Шалве Ильява, могли принести стране немалую пользу. Это была программа «Без срока давности». Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok